Да, погонять по Луне на ровере, конечно, это мечта. Может быть, в будущем это будет прямо как космический туризм даже. То есть сейчас космический туризм летает на МКС, а в будущем, может быть, будут летать на лунную орбитальную базу или на поверхности базу. Почему бы и нет? Мне кажется, было бы круто какой-нибудь спорт в невесомости, чтобы появился. Да. Потому что люди же адаптируют разные физические условия под спорт очень часто. Катаются на лыжах с гор и на сноубордах, катаются по волнам, летают на каких-то парапланах, ловят воздух. Человеку свойственно найти какие-то странные условия и придумать, как на этом покататься. Если в вашем сердце теплится желание поддержать этот выпуск и проект, нажмите, пожалуйста, лайк, подписку и колокольчик, чтобы больше людей увидели этот выпуск лично от меня. Спасибо. Привет, это «Проект основа». Меня зовут Борис Вденский. И сегодня мы поговорим о том, как создают космические аппараты и как мы планируем покорять Луну, Марс и прочие планеты. Вероятно, а может, и не очень. И в гостях у нас Анастасия Ксенкова, ведущая инженер-конструктор МПО «Лавочка». Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Обывательский вопрос к конструктору. Мне всегда вот что волновало. Чтобы запустить ракету с Земли, нам нужно построить огромный дорогущий космодром. Надо, чтобы тысячи людей там работали. Дорогущая ракета, куча топлива. Все стоят и молятся, чтобы это взлетело. А для того, чтобы что-то взлетело с Луны и обратно привезло грунт, нужна какая-то финтифлюшка железная размером с мою комнату. Это как так? Я вот не понимаю. Почему намного проще запустить что-то с Луны на Землю? Прочее. Ну, потому что это связано с силой гравитации, потому что преодолеть притяжение земной, земной, которая 9,8 метров на секунду в квадрате, гораздо сложнее, чем преодолеть гравитацию и Луны, которая составляет там 1,3 метра в секунду в квадрате где-то. Вот. Но это в первую очередь с этим связано. И поэтому... Ну и к тому же обычно грузы, которые мы доставляем с Луны, это, ну там, полезная нагрузка составляет несколько грамм. Ну, например. Ну, не несколько грамм, ладно, там 12 грамм, 100 грамм имеется в виду полезной нагрузки. А если мы говорим про корабль, ну, имеется в виду сама взлетная ракета, она составляет сотни килограмм. А тогда как Земли нам необходимо предусмотреть и корабль, который у нас не только выведет на орбиту вокруг Земли, преодолеет силу тяготения Земли, даст отлётный импульс к Луне, совершит посадку, и в том числе этой массы должно хватить для того, чтобы ещё и обратно взлететь с Луны. То есть изначально ту массу, которую мы запускаем с Земли, она существенно и в разы больше, и плюс нам силу гравитации нужно преодолеть также в 10 раз фактически больше. Вот. Из-за этого, конечно же, возникают такие трудности. Ну и опять-таки старт с Марса тоже будет проще из-за того, что там гравитация меньше. Вот. То есть то, что мы отправляем на другие планеты, это, по сути, ещё матрёшка такая, да? Да, да, так и есть. То есть там внутри тоже какие-то штуки, которые сами раскрываются, от них остаются другие штуки. Да, то есть это такой составной корабль. Составной, во-первых, несколько ступеней используются для того, чтобы только запустить ракету с Земли. То есть сначала мы выводимся только на орбиту. Это делает, допустим, сама ракетоноситель. Для того, чтобы уже отлететь непосредственно к другой планете, нам необходим ещё и разгонный блок, который также после того, как нас, допустим, уже дал нам импульс, пульнул, грубо говоря, на эту траекторию, он сам также отделяется и остаётся тут возле Земли. И дальше летит уже сама вот эта конструкция. То есть это вторая ракета, по сути. Вторая ракета, которую от орбиты должна увести корабль. Ну, как бы вторая ракета мы называем разгонный блок. Это верхняя часть самой ракетоносителя. Да. Верхняя ступень, можно так сказать. Она так и называется. Ну и дальше уже вот этот составной аппарат. Часто этот аппарат бывает составным. То есть он может включать в себя орбитальный блок и посадочную какую-то часть. В этом случае он ещё и разделяется на подлёте, допустим, к какому-то телу. И орбитальный аппарат выходит на орбиту, а спускаемый аппарат спускается в атмосфере. В том случае, если у нас есть ещё и возвратная миссия, то вот этот вот спускаемый аппарат, он должен в себе нести не только саму посадочную ступень, которая совершит посадку, но и часть такую, которая после посадки взлетит. Вот. А после того, как она взлетит, мы опять-таки должны будем долететь до Земли. И, скорее всего, у нас в атмосферу входит обычно только маленький возвращаемый модуль. Вот. Обычно тоже происходит разделение. То есть это очень такая комплексная, сложная задача. И каждый раз, каждая миссия на самом деле уникальна, несмотря на то, что заимствуются многие технологии, но каждый раз миссию выстраивают по-новому. И, в принципе, заимствуются какие-то решения правильные, технические технологии заимствуются. Но каждый раз все вот эти расчёты, стыковку всех систем, чтобы всё работало, приходится проводить заново. Я смотрел вашу презентацию, лекцию о планах развития лунных программ. И там есть интересный момент, один из, про то, что помимо непосредственно бас на Луне планируется создать что-то вроде МКС только вокруг Луны. Ну, орбитальную какую-то станцию, да? Да. Можете рассказать, зачем это нужно? Есть, в принципе, например, проекты также Луна-Гейтвей, также американцев, которые также планируют создавать эту орбитальную станцию. В принципе, удобно иметь орбитальную станцию для того, чтобы, например, мы летим с Земли, подлетели на орбиту, дозаправились или оставили часть ненужного того, что нам не нужно будет на Марсе, и, собственно, полетели дальше. Либо провели какие-то ремонтные работы. То есть если мы подлетаем к Луне, у нас нет необходимости всё время осуществлять спуск непосредственно на Луну. Всё-таки это тоже трудная задача, затраты топлива лишние. Мы в целом можем оставаться на орбите. Ну и кроме того, с орбиты Луны также удобно проводить наблюдения. Например, помимо того, что с Луны удобно проводить, грубо говоря, телескопы ставить всякие, астронаблюдения проводить. То есть лунная орбитальная станция в этом плане будет иметь большие преимущества. То есть мы сможем заниматься фундаментальной наукой с орбиты Луны без каких-либо ограничений. Если возвращаться к земным наблюдениям, почему, собственно, на Земле хуже, то у нас здесь атмосфера нам мешает нашим наблюдениям. Не нужно ждать подходящей погоды с Луны. Эти астронаблюдения нам доступны будут всегда. Ну и помимо всего прочего, если у нас есть лунная орбитальная станция, очень удобно осуществлять какие-то ремонтные, доставочные миссии для лунной базы, которые у нас находятся непосредственно на поверхности. То есть в идеале, конечно, чтобы у нас был какой-то буксир, который бы с орбиты Земли на орбиту Луны доставлял какие-то грузы. Ну и дальше была ещё какая-то транспортная система между лунной орбитальной станцией и лунной базой. Вот там взлётно-посадочные модули какие-то. То есть непосредственно сами аппараты, которые бы выполняли вот эти транспортные функции. То есть должна быть развита транспортная система. Поэтому лунная орбитальная станция также является необходимым элементом для развития будущих полётов к другим планетам. То есть это такой пит-стоп в космосе должен быть. А его удобно, грубо говоря, подвесить вокруг Луны на орбиту, потому что это проще, чем каждый раз приземлять для заправки и потом взлетать. Да, конечно. Мы будем затрачивать меньшее количество топлива для того, чтобы... Ну, нам не нужно будет тратить топливо именно на посадку на Луну. Когда мы говорим о межпланетных полётов, есть большое количество скептических мнений. Кстати, про вопросы. В этом выпуске нет рекламы, но если вы хотите нас поддержать, то подпишитесь на основу на Бусти или Патреоне. Ссылки есть в описании. Подписчики смогут задавать вопросы нашим гостям. Спасибо. В частности, много ключевейших проблем до сих пор не то, что не решено, а не исследовано. Я сейчас говорю о долгосрочных полётов, например, на Марс. Есть самая торчащая тема — это радиация, которая вредна для человеческого организма. Я говорю сейчас про пилотимы и полёты. Но есть ещё много других влияний на организм, которые просто не исследованы. Грубо говоря, глазное яблоко, если я правильно понимаю, человек изменяет форму или увеличивается. И человек может чуть ли не ослепнуть, если он долго в космосе находится. Куча самых разных проблем. И скептики говорят, что вообще мы никуда не полетим, на Марс мы не полетим, потому что этих проблем столько, и вообще непонятно, как их решить, и никто их не решает сейчас, потому что даже исследования производить очень дорого. Можно что-то на эту тему ответить? Ну да, конечно, можно. Вот как раз-таки, чтобы решать все эти проблемы, эти исследования проводятся. Вот в первую очередь проводятся исследования на Международной космической станции, если говорить про исследования, как невесомость влияет на человека вообще. То есть на МКС в том числе проводятся и опыты не только с биологической точки зрения, но и в том числе по выращиванию растений, например, семян, ещё чего-то, в том числе технологии, например, 3D-печати, дистанционные наблюдения, имеется в виду с орбиты. Если говорить про исследование Луны, это самое простое, потому что это самое ближайшее к нам небесное тело и, казалось бы, самое доступное, которое, в принципе, в будущем и станет, наверное, полигоном для исследования в будущем планет других, то нельзя сказать тоже, что мы прям полностью уже исследовали Луну. Несмотря на то, что там было много аппаратов, несмотря на то, что даже туда уже летали пилотируемые миссии, всё ещё мы много чего о нём не знаем. Например, мы даже не знаем про лунную пыль, про то, как она влияет вообще. Она, в принципе, это такие острые частички, которые обладают таким абразивным действием, они стачивают механизмы. Мы мало изучали вообще вот эту вот тонкую, можно сказать, такую атмосферу Луны. Её практически нет, но всё же там есть небольшая гравитация. То есть помимо этого полезные ископаемые на Луне, там есть железо, алюминий, титан. В некоторых лунных реголитах титана содержание в 10 раз больше, чем на Земле. И именно этот материал можно использовать в будущем для конструирования самой лунной базы. Ну и помимо этого, конечно, у всех на слуху, это гелий-3, можно сказать, бесплатный источник энергии. Единственное, что осталось, да, научиться поддерживать реакции термоядерного горения. И всего-то ничего. Ну, так всегда было. Кажется, что это будущее. А в целом нужно предпринимать шаги какие-то. Помимо этого, благодаря орбитальному аппарату, который был запущен НАСА и ЛРО, называется Lunar Resonance Orbiter, на нём стоит также российский прибор производства ИКИРАН. И вот, я не знаю, слышали вы или нет, но в районе полюса, благодаря как раз-таки этим исследованиям, обнаружили возможность залежей водяного льда, что также очень важно для построения будущей колонии, возможно, будущей базы на Луне. И как раз-таки поэтому туда, именно на Южный полюс, и стали направляться все миссии. То есть вот Луна-25 была направлена туда, китайские миссии, в том числе индийская миссия Чандраян, которая совершила туда, по Чандриян-3 уже, которая была. Вот. То есть они после того, как провели наблюдение с орбиты, узнали о том, что именно в районе Южного полюса, вероятнее всего, находится этот лёд, решили там совершить посадку. То есть на самом деле полюса этого такой интересный момент, что там Солнце, оно находится довольно низко над горизонтом, и то есть есть такие кратеры, куда Солнце это, в принципе, никогда не попадало. И из-за этого именно там могут находиться вот эти залежи водяного льда, потому что на всей другой поверхности, можно сказать, Луны, ну, все эти залежи, если и были когда-то, они уже выпарены под воздействием солнечной радиации, под воздействием, в принципе, космического пространства. Вот. И поэтому именно этот полюс сейчас является основным центром притяжения будущих миссий. Вот. И, возможно, станет центром для построения будущих баз. И вот миссии, которые планируются в будущем уже с возвратом грунта, они обычно проектируются таким образом, чтобы они... Ну, чтобы, так сказать, создать задел для будущих миссий, чтобы они в будущем могли использоваться как взлётно-посадочные миссии. То есть если у нас будет и лунная база, и лунная орбитальная станция, чтобы они могли как челонаки летать туда-сюда, перевозить там, например, грузы, экипажи и так далее. Да, конечно, можно говорить о том, что это далёкое будущее, но для того, чтобы это далёкое будущее приблизить, нужно делать что-то уже сейчас. И для этого мы запускаем туда автоматические миссии и пытаемся исследовать. Вот. Ну и в том числе это фундаментальные вопросы, то есть фундаментальная наука, в первую очередь даже, наверное. То есть исследование Луны поможет нам вообще лучше узнать историю формирования нашей Солнечной системы, историю зарождения нашей планеты, её эволюции, к чему она приведёт, что будет с нашей планетой в будущем. Ресурсы у нашей Земли не ограничены, вернее, ресурсы у нашей Земли как раз-таки ограничены, и как раз-таки из-за этого нам стоит задумываться о том, что же нам делать дальше, когда наши ресурсы исчерпаются, когда нам, возможно, придётся куда-то переселяться, когда у нас не будет возможности уже оставаться на нашей родной Земле. Если мы исходим из того, что в конечном счёте на Луне появится какая-то обитаемая база, станция, чем жизнь космонавтов на ней будет отличаться от жизни на МКС, допустим, и на Земле? Ну, на МКС, допустим, у них есть, в принципе, какие-то транспортные корабли, которые им постоянно поставляют продукты питания, ещё что-то из Земли. И это происходит довольно часто всё-таки. До Луны лететь... А как часто, кстати? Как часто? Сложно сказать, я, честно говоря, не знаю даже, как часто. Прогресс, да-да-да, прогресс доставляет им постоянно продовольствие, всякие необходимые ресурсы. На Луну лететь, во-первых, дольше, то есть это как минимум четверо суток, несколько суток. Ну, а во-вторых, это дороже будет доставлять туда ресурсы. И в целом в идеале является, чтобы космонавты или люди на этой лунной базе самостоятельно могли всё производить и в том числе выращивать, например, растения. То есть был некий такой замкнутый цикл, чтобы они сами себя обеспечивали. Понятное дело, что на первых порах такое невозможно будет, но надо будет к этому стремиться в идеале. Помимо этого, будет отличаться тем, что радиация там всё-таки будет выше. А ДНКС всё ещё магнитное поле Земли защищает от радиации? Да, магнитное поле Земли защищает от радиации, несмотря на то, что они всё-таки получают некоторую дозу радиации, но она там допустимая. В принципе, медики обычно рассчитывают, какую дозу допустимо получить космонавтам. Исходя из этого, рассчитывается их длительность их полётов. И, собственно, никакого вреда для здоровья у космонавтов радиация не должна оказывать. Если мы говорим про лунную базу, то она также должна быть либо какими-то материалами защищена от радиации, либо в первом приближении можно использовать какие-то заглубления, какие-то кратеры, где можно будет выстроить эту базу для того, чтобы использовать реголит как дополнительную защиту от радиации. Помимо всего прочего, из-за того, что там гравитация меньше, конечно, перемещаться нам будет вроде как проще. Но, опять-таки, до конца не исследовано, как это в условиях длительного пребывания человека на поверхности, как это вообще будет на него влиять. Поэтому с биологической точки зрения всё ещё остаются вопросы. Ну и, конечно, как выращивать растения или что-то для питания, вообще говоря, для жизнедеятельности человека. У вас вот ещё упоминается такой термин, очень красивый у меня по-насу, замкнутый пищевой контур. Как он может быть реализован? Выращивать картошку натуральную в Луне? Ну да. В идеале да, но понятное дело, что пока непонятно, как это делать. Были эксперименты. С одного из Аполлонов был привезён лунный реголит на Землю. И вот в земных условиях американцы как раз провели исследование. Там было 12 грамм лунного грунта. Они его специальным образом питали. И им удалось каким-то образом получить, вырастить растения. И это первый шаг к тому, что, возможно, если при нужном питании этого грунта мы сможем каким-то образом выращивать некие культуры на Луне. И таким образом сможем обеспечивать нашу базу пропитанием. Вот. Это будущее, наверное, уже. Вот очень далёкое, но всё же будущее. Вот. Помимо этого... А вы говорили, что китайские миссии тоже привозили грунт. Про эти эксперименты неизвестно на эту тему? Они просто, наверное, ещё пока этого не сделали. Может быть, они ещё сделают. Это, в принципе, было относительно недавно. Вот. А та миссия, про которую я говорила, американская, это ещё, по-моему, Аполлон-16 был. Или Аполлон-11. Я не помню номер. Но это была миссия Аполлона, которая вернула грунт с Луны. И впоследствии вот это даже маленькое количество, там 12 грамм буквально, они его ещё распределили по маленьким-маленьким напёрсткам таким буквально. И посадили туда семена. И, по-моему, у них получилось 12 порций. И вот они пробовали, экспериментировали, питали их там. Это сейчас место хорошее для теории заговоров. Как же трёх космонавтов 200 килограммов, значит, с Луны можно увезти, а как грунта всего 12 граммов? Да нет, можно на самом деле увезти много чего, зависит от миссии изначально. То есть, если цель миссии просто привезти грунт, то обычно отправляют автоматическую миссию, и, собственно, автомат либо бурит на определённом ещё уровне, либо берёт поверхностный материал, загружает это всё в контейнер и возвращает. Для автоматических миссий это может быть ракета лёгкого класса, а для пилотируемых миссий это уже тяжёлый класс. Стоимость разная. В матрёшке более тяжёлая. Да. Стоимость разная, вес разный, мощь разная. Вот и всё. Можно и автоматическую миссию запустить, такую же тяжёлую. Но зачем? Потому что автоматические миссии, они, во-первых, будут тогда дешевле. Какая разница нам, не знаю, 200 килограмм мы грунта возьмём или 10 килограмм? А про деньги можем поговорить? Да, в принципе, можем, конечно. В принципе, наш космос, он всегда связан с тем, что при проектировании миссий стоит учитывать также и деньги, к сожалению. Иначе бы мы так там разгулялись при проектировании, что использовали бы самые последние технологии всегда, всё самое дорогое. Но это не всегда возможно. Ну вот одна из вещей, которая меня лично удивляет в последнее время, ну как удивляет, привлекает, кажется, любопытно, что SpaceX раз в несколько месяцев запускает очередную ракету Starship. Сколько стоит сжечь один из старших? Ну это надо смотреть их, конечно, оценки, но это очень дорого, да, на самом деле. Starship можно сейчас, в принципе, наверное, сравнить с тем, как мы когда-то опускали Р-7, то есть первую ракету Р-7. Первые пуски Р-7, они тоже были не совсем успешными. Это какие годы? Ну это когда ещё Королёв был, запускал. Вот, то есть Сергей Павлович Королёв. Ну я имею в виду сейчас, конечно, не про деньгам, а в целом, что с третьего раза Starship только запустился, ну можно сказать, успешно запустился. Вот, а если, конечно, говорить исключительно про деньги, то Starship, ну это, наверное, миллиарды рублей, миллиарды, я думаю, потому что запуск даже одного аппарата, это, ну, миллионы. Вот, а Starship, я думаю, это миллиарды. Мы, конечно, себе такую роскошь пока не позволяем, но если говорить про сверхтяжёлую ракету, да, то я думаю, она тоже будет очень дорогой. И примерно таких же порядков будут цифры. Ну в целом космос — это дорогая вещь, потому что это и наземная инфраструктура, космодромы, сами ракеты, всё это нужно обслуживать, да и в целом это сложные такие технические объекты, которые обслуживать должны большое количество людей, знающих людей. Вот, и ошибки, они очень дорогого стоят, потому что любые взрывы, они приводят ещё и к человеческим жертвам, помимо всего прочего. Помимо там потери денег, самое как бы основное — это, конечно же, человеческие жертвы. И чтобы этого не допустить, обычно всё очень тщательно проверяется, долго проектируется, создаётся дублирование систем, обеспечивается надёжность миссий. И только уже после прохождения всего-всего-всего, всего цикла наземных испытаний, всяких комплексных испытаний, автономных комплексных испытаний аппаратов, аппарат может уже идти на старт, и в том числе ещё и проходят стартовые проверки. То есть это на самом деле большой-большой труд, и, соответственно, он не может стоить дёшево. Окей, в связи с этим вопрос от зрителя. Если хотите задавать вопросы, то подписывайтесь на нас в Boosty или на Patreon, вступите в чатик, будете задавать вопросы. Итак, Егор Хритов спрашивает. Расскажите подробнее про самые экстремальные факторы при проектировании космических кораблей, про жизненный цикл разработки корабля от идеи до конечного пункта программы. В целом, от идеи до непосредственно самого запуска обычно проходит в среднем 8-10 лет. С чем это связано? Это связано с тем, что аппарат должен пройти ряд этапов, то есть сначала мы проводим какие-то исследования. То есть мы сначала решаем вообще, стоит ли нам делать эту миссию или нет. Этот этап называется научно-исследовательские работы. Мы теоретически считаем, исследуем, смотрим, вообще физически можем мы такое создать или нет. Ну и, конечно же, пытаемся оценить риски. То есть есть ли у нас уже готовые технологии для реализации этой миссии, сколько нам стоит создать что-то новое, ну и вообще реально ли это в указанные сроки. То есть любую миссию нужно также еще и сделать вовремя. Не там спроектировать аппарат к Марсу, там, я не знаю, спустя 30 лет, когда он уже никому не нужен будет, да, а нужно спроектировать сейчас, вот через 10 лет, чтобы обязательно был. Если этого не получается по каким-то причинам, то стоит, наверное, сфокусировать свое внимание на чем-то еще. Ну а так, если говорить изначально, то в целом какие миссии мы делаем, нам диктует вообще говоря Российская Академия Наук. Они обычно говорят, ну как они обычно там также, целый консилиум ученых решает, какие задачи фундаментальные сейчас являются для нас приоритетными. И там, грубо говоря, выдают этот перечень. Вот, ну и дальше уже в Роскосмосе непосредственно решают, какие миссии мы будем делать. Вот, дальше они отдаются на откуп предприятиям, чтобы они их проектировали, и предприятия приступают к работе непосредственно по непосредственно поступающему техническому заданию, в котором прописано вообще, что мы делаем, зачем мы это делаем и как, собственно, мы это делаем. Ну и это все разбивается вот на этапы научно-исследовательские работы. Затем следует этап, грубо говоря, разработки аппарата на бумаге. Это этап там аванпроекта, этап эскизного проектирования, этап технического проекта. Дальше идет этап разработки рабочей документации. Вот, во все эти этапы еще иногда бывают, проводятся параллельно какие-то эксперименты, какие-то испытания. То есть для того, чтобы проверить, а правильно ли мы вообще проектируем, то ли мы вообще делаем. Вот, то есть я занимаюсь... Ну, я как проектант, вот, я, грубо говоря, занимаюсь всей миссией целиком, всей концепцией, придумываю, как там, что должно, где располагаться. В том числе обращаюсь к смежным отделам, которые непосредственно проектируют отдельные системы. То есть каждый отдел проектирует какую-то систему. И у меня, как у проектанта... А какие основные системы? Ну, например... Вот, допустим, мы делаем пилотируемую миссию на Луну. Какие основные департаменты есть? Вот, да. То есть основное, с чего мы, например, обычно начинаем, это для чего мы это проектируем. То есть цель. Полезная нагрузка. Что у нас будет там? Какой будет комплекс научной аппаратуры? Люди. Люди, в принципе, могут тоже считаться как полезной нагрузкой. Пилоты. Очень полезно. Да. И дальше, соответственно, следующая система – это обеспечивающие их системы. То есть, например, система обеспечения жизнедеятельности, если мы говорим для космонавтов. Им же нужно как-то жить, выживать, обеспечивать им нужное содержание атмосферы, нужное систему обеспечения терморежима их. Вот если мы говорим про полезную нагрузку, то, в принципе, то же самое. Для них еще требуется также система обеспечения теплового режима. Ну, не только для полезной нагрузки, но и для всех систем, для аппарата. Помимо этого, у нас есть система электропитания. Нужно же нам получать откуда-то электричество, питать все в качестве системы электропитания. Телефон заряжать. Да, да. Вот, система электропитания у нас есть. Дальше должна быть у нас система ориентации. Мы же должны как-то ориентироваться в пространстве. Дальше, когда мы летим, корректировать орбиту как-то нам нужно? Нужно. Вот вам система двигательной установки для того, чтобы корректировать свою орбиту и вообще свое положение в пространстве. Вот. Дальше, всем этим управлять каким-то образом нужно? Да, нужно. Вот вам, пожалуйста, бортовой комплекс управления или там просто управляющий блок какой-то, который как раз-таки координирует все эти системы и говорит, когда что должно работать. Нужно передавать нам данные на Землю? Нужно. Для этого должна быть соответствующая радиолиния и, соответственно, бортовой радиопередатчик, радиосистемы на борту. Нужно средство еще для того, чтобы нам это все передавать, как уши у человека. Это, соответственно, антенно-фидерные системы на аппарате. Вот. Ну и, собственно, основные, наверное, вот такие системы. Ну и плюс еще все эти системы дублируются для обеспечения надежности, особенно системы обеспечения жизнедеятельности, если мы говорим об экипаже. И, соответственно, таким образом у нас аппарат отправляется в космос. Вот. А как отопление устроено, кстати, на космических аппаратах? Как греют? Ну, во-первых, если мы говорим про аппараты, то есть у них у всех и пассивные, и активные системы обеспечения теплового режима. Что это значит? Вы, возможно, видели, что аппараты при запуске, они такие желтенькие, все блестят очень красиво. Это такая экрановакуумная теплоизоляция, можно сказать, такое одеялко для аппаратов. Вот. Оно позволяет им сохранять тепло и в то же время отражать получаемое извне тепло. Есть также активные способы защиты. Это, например, когда у нас теплоноситель бежит по трубам и отводит тепло, соответственно, от приборов. И на вот такие вот панельки, по которым бежит вот этот хладагент, стоят на них приборчики. И таким образом мы можем обеспечивать нужную температуру работы для соответствующего прибора. Вот. То есть как ослаждение в компьютере примерно? Примерно, да. На самом деле много можно найти аналогий. Ну и помимо всего прочего, все это обычно сидит еще и... Все приборы устанавливаются определенным образом на аппарате, на каркасе. Корпус некий, как скелет у человека. И они еще все должны быть расположены таким образом, чтобы не мешать работе друг друга, не мешать раскрывающимся системам. Например, солнечные панели у нас часто раскрываются или какие-то штанги, опять-таки, из комплекса научной аппаратуры. Приборы не должны мешать друг другу работать. Есть камеры, у которых есть определенный угол, под которым они снимают, угол охвата. То есть все раскрываемые штанги, все приборы не должны мешать друг другу. И вот в этом состоит как раз задача проектанта спроектировать такой аппарат, чтобы он удовлетворял всем требованиям и по тепловым режимам, и потому, чтобы все было компоновано таким образом, чтобы все работало, и чтобы ничего не мешало друг другу. Ну и при этом очень важно, конечно же, оптимизировать массу, чтобы масса аппарата была минимальна. При этом также еще много чего учитывается. То есть нужно учитывать, где располагается центр массы, нужно учитывать при выведении различные нагрузки, действующие на аппарат. Он должен быть достаточно прочным, выдерживать и колебания, и много чего на самом деле. Всякие-всякие нагрузки. То есть у нас аппарат — это довольно сложная система, которая состоит, опять-таки, из множества-множества подсистем. Они все испытываются отдельно перед тем, как их собирают, и потом все проводятся испытания и этой системы целиком. И это, по сути, мы только чертеж нарисовали, да? В принципе, да, потому что мы только его разработали, можно сказать, на бумаге, а впереди самое интересное — нужно его изготовить и запустить аппарат. Слушай, а мне вот интересно было, изготовить — это что имеется в виду? Это вот реально в НПО «Лавочкино». Не знаю, кстати, где у вас офис. В Химках. Наше предприятие находится в Химках, в городе Химки. То есть реально люди в халатах ходят и из железных листов собирают. Вот так вот настоящие инженеры, обычные... То есть, как сказать... Короче, это не на фабрике заказывается, а вот вручную собирается или как это устроено? Ну, практически так. Но сами космические аппараты собирают действительно люди, только вот не мы непосредственно сами, а есть специальный сборочный цех, и там отдельная команда людей этим занимается. Но детали обычно поставляются готовые, часть из них производится непосредственно на НПО «Лавочкино». Приборы обычно мы берём готовые, ну, покупные. У других институтов обычно приборами у нас занимается Институт космических исследований Российской академии наук. Вот. А мы сами производим баки, конструкцию, фермы, ТСП — это, опять-таки, вот эти тепловые сотопанели для обеспечения теплового режима самого комплекса научной аппаратуры. Вот. Это всё поставляется на наши предприятия, и здесь оно всё собирается. То есть, осуществляется сборка. Ну, помимо того, что это нужно собрать, нужно ещё провести кабельную сеть. Это обычно очень трудоёмкий процесс, в том числе, и который тоже нужно учитывать ещё и при проектировании, чтобы был доступ у человека для того, чтобы он мог не только собрать, но и провести провод, то есть, соединить один приборчик с другим. То есть, необходимо учитывать эргономику ещё, помимо всего прочего. Очень много аспектов. Вот. Ну, и, конечно же, прежде чем у нас непосредственно появится само изделие, у нас есть макеты различные, на которых мы вот это всё отрабатываем. Конструкторский макет как раз, например, на котором отрабатывается конструкция аппарата, тепловой макет, на котором проверяются тепловые режимы, ну, и ряд-ряд других. Есть, например, даже бросковые стенды, которые у нас используются для того, чтобы оценить, посадочное устройство работает так, как нужно или нет, экспериментальным образом. То есть, что делается? Просто берётся макет, подвешивается и потом сбрасывается. Но сбрасывается, естественно, при определённых условиях, имитирующих поверхность, имитирующих определённый уклон и так далее. То есть, стараюсь засымитировать какие-то условия. Эта часть, можно сказать, наземной экспериментальной отработки. Ну, а дальше идёт уже непосредственно подготовка аппарата к запуску. Это всякие наземные операции. Сначала аппарат нужно доставить на космодром, доставляет его различными способами. Бывает на самолётах, бывает на поездах, с специализированным транспортом. В общем, также аппарат должен выдерживать вот эти все нагрузки, которые на него будут действовать при транспортировке. И, соответственно, после того, как он прибывает на космодром, с ним проводят различные операции по, опять-таки, проверке, прежде чем его установят непосредственно на разгонный блок или ракетноситель. Дальше уже на космодроме осуществляет, опять-таки, другая группа людей, команда, которая занимается тем, что осуществляется поставка, грубо говоря, аппарата на вот эту ракету, накатывается головной обтекатель, ну и затем уже ракета в собранном виде ведётся на старт. Ну и в заданное время уже осуществляется пуск непосредственно аппарата. Опять-таки, если подходящие метеорологические условия, подходящие даты, окна запуска, в однозначенное время обычно осуществляется пуск, и мы летим к цели. А вы в том числе занимаетесь посадочными аппаратами, если я правильно понимаю. Да. Можете рассказать, что самое сложное в таких устройствах? И если я правильно понимаю, это вообще одна из самых сложных задач для аппаратов, ну в частности, Луна-25 при посадке, я так понимаю, погибла. Почему этот этап такой, как бы требуется столько внимания? Да, действительно, посадочные миссии одни из самых сложных, потому что для того, чтобы выйти на орбиту, нужно, в принципе, правильно рассчитать импульс, и, собственно, вы окажетесь на орбите. Но это тоже не такая прям тривиальная задача, это тоже не дважды два. Можно ошибиться с орбитой. Примеры тоже есть такие. Например, японский аппарат, когда летел к Венере, он сначала не вышел на орбиту Венеры, а пролетел мимо. Но потом они всё-таки с ним восстановили связь и вернули его на орбиту Венеры. То есть на самом деле тоже не всё так просто. То есть там надо примерно попасть в диапазон какой-то, да? А дальше тебя гравитация как бы засосёт. Да, да, именно так, примерно так. То есть нужно таким образом выстроить свою орбиту, чтобы ты был захвачен грависферой этой планеты. Ну, если мы говорим про планету непосредственно, например, с атмосферой. Если мы говорим про Луну, то обычно у нас есть тормозный импульс для выхода на орбиту вокруг Луны, чтобы потом у нас было время для того, чтобы мы могли осуществить посадку в нужном месте. Либо если мы узнаем какие-то, что у нас есть там нештатные ситуации или какие-то неисправности, мы за время нахождения на орбите может быть что-то можем откорректировать, поменять, например, место посадки на запасное, то есть сориентироваться по ходу миссии. А дальше уже идёт непосредственно сама посадка. Ну, посадка, она обычно спряжена с сложностями, с тем, что нужно осуществить непосредственно ориентирование аппарата определённым образом относительно поверхности, постоянно отслеживать, на какой высоте он находится, каким образом аппарат у нас повёрнут относительно планеты. Необходимо обеспечить одновременная работа двигательных установок. То есть у нас несколько двигателей, допустим, работают одновременно, и необходимо, чтобы они работали таким образом, чтобы аппарат не перевернулся, например. То есть это сопряжено с тем, что необходимо много чего сделать заранее, рассчитать. И последний этап... А потому что задержка очень большая, да, и ты не сможешь в прямом эфире управлять. Да, именно так. То есть заранее закладывается программа, и аппарат осуществляет обычно там сначала вертикализацию, потом спуск обычно на двигателях мягкой посадки, они обычно так называются. И последний этап обычно самый такой сложный, потому что он называется этап прецизионной посадки, потому что он уже идёт непосредственно перед поверхностью, и мы только там по одному прибору, грубо говоря, измерителю скорости и дальности, доплеровскому измерителю, мы осуществляем непосредственно навигацию и саму посадку. Вот. И любая мельчайшая ошибка может привести вот к краху, в том числе, как это произошло с нашей Луной, к сожалению. Вот. Просто импульс схода с орбиты оказался чуть больше, чем нужно было, и, собственно, аппарат уже совершил не мягкую посадку, а довольно жёсткую, и о поверхности. Вот. Переускорился. Да. Но зато есть, так сказать, теперь у нас опыт в орбитальной миссии. Следующая миссия у нас орбитальная. Она у нас проведёт Луна-26, как раз проведёт исследование с орбиты, выберет наиболее подходящее место для посадки и будет дожидаться следующей посадочной миссии Луны-27, которая уже будет ещё и с грунтозаборным устройством, которое будет предназначено для того, чтобы проанализировать характеристики грунта. Ну и сам орбитальный аппарат, он может быть использован как ретранслятор. Но посадочные миссии на Луну – это, наверное, не самые сложные миссии. Вот. В принципе, есть и более сложные планеты. Это, например, Марс или Венера, вот, где вообще у нас условия ужасные, особенно если мы говорим про Венеру, то там температура у поверхности порядка 500 градусов. Можно посадить что-то на Венеру, там же сколько-то сотни градусов. Да, температура у поверхности действительно адская, она порядка 500 градусов, давление около 90 атмосфер. Но, тем не менее, были даже посадочные миссии и в Советском Союзе, и успешные. И Венера называлась именно русской планетой благодаря тому, что там было очень много этих посадочных миссий. Вот. Последними из осуществлённых миссий – это были миссии Вега-1 и Вега-2, которые успешно совершили посадку, и, помимо всего прочего, ещё и запустили аэростатный зонд в процессе своего спуска. То есть эти миссии, конечно, самые сложные. Связано это с тем, что спускаемый аппарат, он осуществляет вход в атмосферу с огромной скоростью. Эта скорость, она равна 11 километров в секунду. Это вторая космическая скорость. И при этом аппарат при входе в атмосферу, он испытывает просто огромные нагрузки, перегрузки. Они составляют порядка 200 единиц. Конечно, они зависят от угла входа, но на тот момент для углов порядка 15-20 градусов они составляют от 200 единиц. Что это значит? Вы, наверное, прекрасно понимаете. То есть если бы у нас с аппаратом на входе, он был массой, например, была бы не аппарат, а пачка соли массой 1 килограмм, то при спуске она бы превратилась в 4 пачки цемента по 50 килограмм, то есть в 200 раз больше. И на аппарат, помимо того, что действуют большие перегрузки, действуют существенные тепловые нагрузки. То есть у его поверхности, у лобового экрана, непосредственно которым он входит в атмосферу, температура просто... Это плазма, температура порядка 15 тысяч градусов Цельсия. И, соответственно, такие спускаемые аппараты, они покрываются специальным теплозащитным покрытием для того, чтобы вот эти нагрузки выдерживать, тепловые. Ну, это такие абляционные теплозащитные покрытия. Они использовались, на самом деле, с самого начала, с момента зарождения вообще космонавтики. Они использовались для спускаемых аппаратов Восток, Восход, Союз. Они используются и на современных спускаемых аппаратах, на всех. С чем это связано? Это связано с тем, что вот эти материалы, они способны вот это тепло забирать, благодаря тому, что они из твёрдого состояния превращаются в газообразное, минуя жидкую фазу. И таким образом забирают с собой как бы это тепло и отводят его от аппарата. Вот. Ну и, собственно, поэтому мы часто видим вот эти капсулы спускаемого аппарата, которые возвращаются на Землю, такие обугленные. Вот. Если мы говорим про посадочные миссии на другую планету, там важно... То есть, а часть материала стирается как бы в процессе посадки? Она как бы, да, как бы стирается, превращается в газ. Да. Ага. Как пластиком по асфальту, да? Да, да, да. Поэтому и поверхность такая немножечко неровная вот спускаемых аппаратов, и вся вот такая чёрная, обугленная. Это вот как раз-таки процесс горения, только не в привычном нам, так скажем, виде, когда вот, например, лёд у нас сначала превращается в воду, а потом в пар, тут у нас сразу из твёрдого превращается в газ просто. Жидкой фазы нет. Такая особенность этих материалов. Так, ну и что, и можно сесть таким образом на Венеру и что-то даже отправить в какую-то информацию? Ну, не совсем так. Здесь тоже некая матрёшка получается, потому что из этого спускаемого аппарата изнутри должен достаться комплекс с научной аппаратурой, ну, непосредственно сам посадочный модуль, который несёт в себе вот эту научную аппаратуру. Почему мы делаем вот этот аппарат составным? Потому что всё-таки вот эти существенные тепловые потоки, чтобы они не передавались непосредственно на научную аппаратуру, чтобы она могла просуществовать дольше на поверхности. Поэтому мы, собственно, его раскрываем как матрёшку и отбрасываем вот этот вот лобовой экран. И обычно при спуске вначале у нас осуществляется просто аэродинамическое торможение, то есть аппарат тормозится только за счёт своей формы, за счёт атмосферы, тормозится об атмосферу. Затем у нас обычно используются какие-то раскрываемые элементы. Это надувные тормозные устройства, парашюты обычно используются. Что они делают? Они обычно уводят верхнюю часть этой составной матрёшки, при этом отбрасывается нижняя часть, и оттуда выдвигается посадочный модуль или модуль с полезной нагрузкой. И дальше, если мы говорим про Венеру, то у нас у поверхности атмосфера достаточно плотная, и обычно у посадочного модуля либо используется парашют какое-то время, а затем уже не используется, потому что там плотность у поверхности настолько прям плотная, что она, в принципе, уже как некая субстанция, и её плотность сопоставима, можно сказать, с плотностью жидкости. И, собственно, поэтому там нет необходимости в этом. Если мы говорим про Марс, то там на последних этапах обычно используются двигатели, двигатели мягкой посадки, потому что там плотность маленькая, атмосфера разреженная, и поэтому нам необходимо использовать парашюты обычно больших размеров, и на последнем этапе обязательно используются двигатели мягкой посадки, чтобы аппарат попросту не разбил вся поверхность. Ну и дальше, соответственно, осуществляется посадка и работа непосредственно научной аппаратуры этих посадочных модулей. Иногда бывает ещё и что в процессе спуска, в процессе раскрытия этой матрёшки запускают ещё и аэростат, например, как это было в рамках миссии ВЕГА-1 или 2. В процессе спуска и раскрытия вот этой матрёшки также выдвигался аэростатный модуль, наполнялась оболочка аэростата, отделялась эта система наполнения, которая осуществляла нам наполнение оболочки этого аэростата, и дальше аэростат продолжал дрейфовать в атмосфере. То есть такая комплексная миссия ВЕГА, которая была недавно осуществлена, ну, относительно недавно, если говорить про Советский Союз. Вот. И её сейчас до сих пор используют как основу для будущих миссий, для проектирования будущих миссий. Причём как у нас в России, так и зарубежные миссии также берут это за аналог. А я правильно понимаю, что то, что делает SpaceX со своими многоразовыми ракетами, это тоже похожая технология? Двигатели посадки это называется? В принципе... Или это другой принцип какой-то? Ну, это немного другой принцип, да. То есть у них идёт возврат первой ступени, да, мы же про это говорим, да. То есть это возврат первой ступени, это, ну, немножечко другое, да. Но в принципе, да, тоже двигатели как бы мягкой посадки это разные разновидности, вот, разные принципы. Но в целом, вот, спускаемые аппараты как бы на поверхности, что вот на поверхность Венеры, Марса, на поверхность Земли при возвращении с Луны, вот, все эти технологии, они будут примерно идентичны. То есть вот Артемида, да, вот эти Артемиды, которые был пробный запуск у американцев, облёт Луны и возвращение, опять-таки, корабля на Землю. Пока что это был беспилотный запуск, но, как они говорят, у них все кресла стояли, даже система обеспечения жизнедеятельности работала. Вот она была предназначена для того, чтобы проверить, во-первых, теплозащиту аппарата, а во-вторых, они впервые, вот, американцы, использовали такую схему как бы рикошетирующих траекторий при возврате. То есть это как, когда вы камушек кидаете по воде, когда он так вот несколько раз рикошетит. Вот примерно такие траектории, как когда у вас аппарат рикошетит об атмосферу. Это что нам позволяет? Это позволяет нам снизить перегрузки, действующие на аппарат. Вот, и американцы это вот впервые использовали в рамках своих миссий. А в Советском Союзе такие траектории рассматривались и раньше, опять-таки, в рамках автоматической, в рамках отработки перед пилотируемыми миссиями автоматических миссий к Луне были такие запуски в рамках Зонд-7, советские миссии. Они также использовали вот эти рикошетирующие траектории. Вот, и в том числе... А как можно оттолкнуться от атмосферы? Ну, грубо говоря, когда у вас форма аппарата, она определенная, определенная динамическая форма, она обладает такой подъемной силой, что вы как бы не входите внутрь, а отталкиваетесь. Вот так же, как камушек. Если вы его под определенным углом кидаете, он просто тонет. А если более плоским, то он может отскочить от поверхности. Михаил спрашивает. На Венере на высоте 50 км существуют почти земные условия. Там даже вода есть, может быть, точнее, в каких-то слоях. Можно ли создать аппарат, который не будет спускаться на поверхность, а будет летать на этой высоте? Спасибо большое за вопрос. Действительно, это очень интересно, потому что все проекты, которые связаны именно с будущим освоением Венеры и построением колонии, они связаны именно с такими воздушными городами. Понятное дело, что фантастическими, но смысл в том, что именно на высоте порядка 50-60 км у нас температура и условия, в принципе, схожи с теми, которые мы здесь имеем на Земле. И именно там представляется возможным создание таких вот, можно сказать, городов. И для этого в атмосфере обычно запускаются аэростаты. То есть не аппараты, а сами аэростаты, которые дрейфуют на этой высоте, меняют свою высоту, там, немножечко вверх, немножечко вниз и проводят исследования. Были недавно новости, там, порядка, не знаю, года назад о том, что в атмосфере, возможно, обнаружили какие-то фосфины, потом вроде как сказали, что вроде бы ничего нету. Но вопрос спорный, поэтому нужно лететь и исследовать. Поэтому мы как раз и проектируем миссию к Венере и с посадочным модулем, и с аэростатами. Аэростаты — это очень удобный инструмент, они очень лёгкие и могут нести на себе 10 кг полезной нагрузки. Иногда побольше аэростат, больше, там, сотни килограмм, например, полезной нагрузки. И нельзя сказать, что только атмосфера является прям тем, что необходимо исследовать на Венере, да, состав атмосферы Венеры интересен. Вообще атмосфера Венеры, её изучение, возможно, нам откроет глаза, да, на будущее развитие нашей атмосферы, в том числе на вопросы парникового эффекта на Земле. Но в то же время и грунт также интересен для исследования. Поэтому и посадочные миссии тоже создаются, что какой состав, там, минералогический, химический состав, может ли быть это вообще полезно. Может быть, мы узнаем что-то интересное о нашей Вселенной. Поэтому, да, и атмосфера, и поверхность, всё представляет интерес. А почему непосредственно спускаемые аппараты не создают в атмосфере? Да, можно их создать, но дрейфовать они будут не так долго, как сами аэростаты. То есть можно создать не просто аппарат, который как камень просто падает, грубо говоря, в этой атмосфере и приземляется. Можно создать аппарат, который будет управляемый, то есть осуществлять манёвры в атмосфере и длительно, можно сказать, планировать. Но это будет сопряжено с тем, что на него будут действовать тепловые нагрузки. Долгое время он не сможет прожить в атмосфере. А вот аэростат, который сможет поддерживать свою плавучесть, он может поддерживать свою плавучесть в течение месяца, может быть, даже и нескольких месяцев, он представляется в этом случае более перспективным. Вернёмся к Луне. Я так понимаю, уже многие агентства рассматривают возможность создания баз, каких-то присутствий на Луне. Можете в общих чертах рассказать, как эти базы могут выглядеть, из каких элементов, модулей состоять, и как это будет устроено. Если я правильно услышал, сначала предполагается полностью автоматизировать, то есть без человека сделать какие-то модули. Ну да, всё верно. На первом этапе действительно целесообразно представляется отправлять туда только автоматы. Во-первых, это и дешевле, но и во-вторых, нужно осуществить некую подготовку к тому, чтобы туда пришёл человек. То есть сначала мы отправляем туда автоматические миссии, посадочные, в том числе, которые включают и роверы. То есть это луноходы, которые могут ездить по поверхности, исследовать местность не только в месте посадки, но и накапливать некий статистический материал, и таким образом подтверждать, можно сказать, достоверность всяких научных исследований, благодаря тому, что они проводят исследования в нескольких точках, и таким образом мы повышаем качество исследований. То есть нужно сначала туда прилететь, доставить туда необходимые модули. Например, для того, чтобы там была лунная база обитаемая, нам необходимо, во-первых, жилой модуль, где будет размещаться сам человек. Дальше этому человеку нужно что делать? Во-первых, он там не просто так, это космонавт или астронавт, который должен будет выполнять научные исследования. То есть должен быть модуль, который будет у нас... Ну, научный модуль, где будут проводиться различного рода научные эксперименты. Вот. Должен быть шлюзовой модуль. Это модуль, в котором будут располагаться скафандры. В принципе, модуль, который будет позволять нам выходить на поверхность, осуществлять какие-то операции снаружи этого модуля. Вот. Помимо всего прочего, нам необходимы роботы. Роботы, которые... Не всегда у нас будет возможность выходить со станции. Должны быть роботы-какие-то манипуляторы. Должны быть роботы, которые будут помогать нам вообще, в принципе, обслуживать станцию. То есть это какие-то маленькие роботы, которые будут, например... Ну, роверы негерметичные, герметичные. Негерметичные для перевозки грузов, для, возможно, проведения дополнительных научных исследований. Вот. Герметичные — это, опять-таки, для перевозки людей с радиационной защитой, ну и для каких-нибудь, я не знаю, экстренных ситуаций, где можно будет спрятаться в случае нештатной ситуации. Также должен быть технологический модуль, назовём его так. Это модуль, в котором будет происходить, там, не знаю, ремонтные работы какие-то, что-то нужно там починить у робота, ещё где-то там на станции. То есть, ну, назовём это так, технологической площадкой. Вот. Помимо всего прочего, должна быть энергетика. То есть на первых этапах это будут, например, солнечные панели. То есть будем использовать энергию солнечного света. Вот. В перспективе это, конечно, ядерные какие-то источники энергии, которые будут располагаться всё-таки на отдалении от нашей станции. Ну и помимо всего прочего... Почему? Это из-за безопасности? Да, именно так. Из соображений безопасности подальше на определённое расстояние, которое также можно, в принципе, высчитать. На каком расстоянии безопасно можно взорвать ядерную электростанцию? Ну, взорвать... Здесь имелось в виду с точки зрения того, что это излучение идёт, а не с точки зрения, чтобы взорвать. Если произойдёт взрыв, я думаю, там уже никто не спасётся. Вот. Ну и, в принципе, для этой ещё лунной базы необходимо, так сказать, может, некий полигон, да, куда будут прилетать, ну, осуществляется взлёт и посадка. Вот. Взлётно-посадочное место. Вот. Куда будут прибывать грузы, либо взлетать. Ну и помимо всего прочего, как я уже говорила, да, необходима развитая транспортная система. То есть у нас на орбите должны быть какие-то ретрансляторы, которые будут нам позволять, возможно, передавать часть научных данных на орбиту, потом на Землю. Буксиры какие-то, которые будут курсировать между орбитой Земли, орбитой Луны и доставлять нам грузы. Вот. То есть различные луноходы и тяжёлые, и маленькие, и исследовательские, и транспортные. То есть целый такой ряд аппаратов, которые нам предстоит только создать. Вот. Сейчас можно сказать, что создаются вот аппараты, да, которые посадочные. Они, можно сказать, будут прототипами, возможно, взлётных посадочных модулей. Помимо всего прочего, часть этих автоматических миссий, они уже несут обычно луноходы в своём составе. И такого же типа луноходы могут в будущем использоваться, опять-таки, на этих базах. Вот. Ну и, конечно, сейчас везде, я думаю, во всём мире проводятся исследования по построению посадочных миссий, пилотируемых, и которые бы в будущем использовали также и пилотируемые луноходы. То есть нельзя сказать, что сейчас занимаются только автоматами. Все всегда думают на будущее, вперёд. Уже есть проекты этих лунных баз, их множество. В том числе думают и про надувные какие-то модули. То есть NASA в перспективе рассматривала о том, что, возможно, будут какие-то надувные модули, и надувать эти модули можно будет даже, наверное, из водорода, который можно будет добыть тут же на Луне путём электролиза. Ну, такие вот перспективные технологии. Хорошо. А у меня вопрос про регулирование. Я так понимаю, лунная гонка уже началась. То есть Россия, Китай, США, Индия, не знаю, кто ещё, Япония. Многие страны и агентства хотят устроить какие-то базы на Луне. А есть какое-то регулирование? Будет ли появляться карта, кому какая территория принадлежит? Будут ли лунные войны? Ну, пока до этого, слава богу, не дошли. Я надеюсь, что и не будет. Я надеюсь, что Луна так и останется для всех. Хотелось бы, чтобы страны на самом деле объединились в этом плане и строили одну лунную базу, на которой был бы международный экипаж и объединили бы свои технологии. Это было бы, наверное, наиболее верным решением, потому что для человечества это... В какой стране ты живёшь, это, наверное, не имеет значения, особенно в масштабах Вселенной, если мы говорим о том, что нам нужно куда-то переселяться, где-то выживать. И не хотелось бы дожить до того момента, чтобы были какие-то космические ещё и войны. Хочется верить, что... Я себе представляю, ровер какой-нибудь едет и колышки перетыкает, знаете, на 5 сантиметров вправо. Да, что-то похожее я уже видела в каком-то сериале для всего человечества, где изначально велись какие-то лунные войны, но потом, на самом деле, всё же в кооперации страны объединились и создали общие базы. Ну а сейчас есть какое-то юридическое регулирование на эту тему? Или пока не развита эта тематика? Я думаю, что в будущем, наверное, что-то в этом плане появится, пока эта тема не развита. То есть нет такого, что какая-то территория закреплена за какой-то страной. То есть это не завоевательские миссии все. То есть у нас космос, он всё-таки научный в первую очередь, он исследовательский. Мы пытаемся постичь новые технологии и пытаемся привнести, так сказать, что-то новое в нашу жизнь, а не завоевать, захватить. Ну, хотя, конечно, если мы говорим про полезные ископаемые и про их добычу, тут можно тоже говорить, наверное, о финансовой прибыли, выгоде государств. То есть если мы научимся добывать, там тот же гелий-3, правда, это будущее, так сказать, нужно сначала решить вопросы с реакциями термоядерного синтеза, а потом уже его добывать. Но другие полезные ископаемые, если решить этот вопрос, как мы их будем добывать, доставлять, возможно, это будет экономически целесообразно для каких-то стран и будет иметь преимущество перед другими странами, например, с этой точки зрения. И тут начнётся. Да, гонка за полезными ископаемыми. Понятно. А какой следующий претендент для пилотируемого освоения, если говорить про дальние планы? Есть ещё такой интересный объект, как спутник Сатурна, Титан. Это единственный спутник, который обладает атмосферой. И что интересно, эта атмосфера, она, можно сказать, схожа с земной, она состоит из азота, но в составе нету кислорода. Но зато там есть в составе метан. И, помимо прочего, Титан – это, грубо говоря, единственная планета, единственный объект, который пока детектирован помимо Земли, где присутствует жидкость. То есть там на Титан была миссия Кассини-Гюйгенс с посадочным аппаратом Гюйгенс, который назван в честь как раз первого человека, который обнаружил этот спутник. И, собственно, благодаря снимкам Кассини было обнаружено, что на полюсах есть некие пятна такие, которые потом уже определили как метановые реки и озёра, прямо с чёткими такими границами. То есть там есть жидкость. И, в принципе, этот спутник представляется также интересным для колонизации в будущем. В целом, по размерам он даже больше Меркурия, хоть и по массе меньше, но гравитация на нём примерно такая же, как и на Луне, то есть малая. Но он обладает очень плотной атмосферой. Если вы будете находиться на поверхности титана, то для вас небо будет оранжевым цветом. Это связано с тем, что там метан в облаках и, собственно, очень плотная атмосфера. И из-за этой плотной атмосферы долгое время не могли как раз провести наблюдение поверхности. Кассини, который был запущен, смог уже потом сфотографировать. И благодаря тому, что запустили спускаемый аппарат, он смог провести исследование в процессе своего спуска, посмотреть состав, посмотреть на поверхности, что там происходит. Но нужно больше миссий. Я знаю, что, в принципе, ещё там планируется миссия у американцев, по-моему, после 30-го или 29-го года. Они хотят какой-то аппарат вертолётного типа тоже туда запустить для исследования. Ну, атмосфера плотная. А сколько до него лететь вообще? Лететь порядка 7 лет. Это достаточно далеко. Ну да, до Марса поближе, конечно. Ну, да, в таком случае, конечно... Ну, до Марса поближе, но тут другие, так скажем, на Марсе проблемы. То, что давление на Марсе, оно очень малое, да, и нужно будет там, например, скафандры. Там давление, в принципе, сопоставимое на Титане. И можно будет, ну, грубо говоря, без специализированных таких костюмов под давление ходить там. Но всё-таки какую-то защиту всё равно надевать придётся. Ну и необходимо будет ещё там решать вопрос с тем, что солнце туда поступает, конечно, гораздо меньше, чем на Землю, потому что это уже шестая планета. Ну, Сатурн имеется в виду шестая планета, это её спутник. Вот. И с этим тоже нужно будет решать какие-то вопросы. А мы уже затрагивали тему, какие в целом основные опасности для человека в невесомости. Можно их перечислить? Это, в принципе, мне кажется, не очень исследовано. Как длительное пребывание в невесомости вообще влияет на человека. И с психологической даже точки зрения, что он находится в ограниченном пространстве долгое время с одними и теми же людьми. Ещё и при этом постоянно ему нужно что-то делать. И это касается не только ремонтов, каких-то научных исследований и так далее. Ещё и, помимо всего прочего, возникают какие-то нештатные ситуации. То есть ему нужно ещё и быстро на всё это реагировать. И вот как с учётом вот этого длительного времени человек будет на всё это реагировать, неизвестно. Сейчас только проводят различного рода наземные эксперименты по этому поводу с имитированием. Сириус, Марс 500, которые были. Вот эти все миссии позволяют частично ответить на эти вопросы. Ну, в принципе, у человека в невесомости атрофируются, грубо говоря, мышцы. То есть он не нагружает себя и забывает, как там ходить, собственно. И поэтому космонавты, когда возвращаются на Землю, им приходится заново проходить, так скажем, восстановительный курс по восстановлению своих мышечных тканей, несмотря на то, что они каждый день на орбите тренируются. Если бы этого не было, то мышечный корсет бы вообще потерял свои способности. Ну и, собственно, такие вот вопросы, которые касаются здоровья человека, как это влияет на зрительные функции. То есть радиация каким-то образом влияет на зрение, на весь организм. На то, как человек вообще сможет продолжать свой род, если он будет находиться на орбите и дожить где-то в невесомости. Сможет ли он вообще обладать репродуктивной функцией, в принципе. То есть все вот эти вопросы биологического характера, они все еще остаются, конечно же, открытыми. Аппараты, которые вы проектировали, запускались ли уже когда-то? Ну, на самом деле, которые я проектировала, еще нет, несмотря на то, что я уже достаточно долго в отрасли. Все-таки я проектирую миссию на Венеру, а она полетит еще только в 2030 году примерно или, может быть, позже. Ну, пока ориентировочные сроки такие. И от момента, как я говорила, начала проектирования до запуска проходит 8-10 лет. Поэтому это небыстрый процесс. И я надеюсь, что я когда-нибудь увижу свой аппарат, запущенный, конечно же. Ну, я принимала участие в работах по Электроэл. Ну, это уже, можно сказать, на последних этапах перед запуском. Не то чтобы много такой творческой работы как проектанта, конечно. Как проектанту хочется свое изделие взять с самого начала, полностью им заниматься, холить его, лелеять, менять, не менять. А потом уже увидеть, как вот это чудо полетит и, надеюсь, успешно осуществить свои цели. Вот. А так, конечно же, мы в процессе своей работы мы занимаемся многими миссиями. Наше предприятие, оно занимается в том числе и запуском околоземных аппаратов. Да, это гидрометеорологические спутники Электроэл, Арктика-М. Вот. Помимо прочего, это также и исследовательские миссии, Спектр-Р, Спектр-РГ. Прямо это астрофизические лаборатории. Хочется понять, вот когда запускаются какие-то важные миссии, ну, например, как Луна-25, как выглядит рабочая неделя людей, которые в это вывлечены? Они не спят, они живут в офисе. Как это устроено? Ну, да, я думаю, что вот самая ответственность, да, она на главном конструкторе, и главный конструктор, он прямо живёт им и ночует на предприятии, конечно же, и следит за всем. Вот. Но мы как проектанты, мы в основном, ну, мы не присутствуем непосредственно в цеху или при запуске. Мы обычно вот у себя можем, у себя дома, грубо говоря, наблюдать за стартом в прямом эфире. Нет, ну, можно сходить, в принципе, в местный ЦУП, Центр управления полётами, посмотреть запуск. Ну, есть специальная команда людей, которые находятся на космодроме, которая занималась этим аппаратом. Есть специальная команда людей, которые находятся в Центре управления полётами, и, соответственно, эти люди следят непосредственно за запуском. То есть у всех есть своя роль. Нам, как проектантам, на момент пуска остаётся только смотреть, наблюдать, затаив дыхание и надеяться, что всё пройдёт штатно. То есть на момент запуска мы уже ни на что повлиять не можем, на самом деле. Ну, я имею в виду нас, как проектантов. А вот люди, которые находятся на космодроме, которые обслуживают это, ну, конечно, да, от них многое зависит. То есть они день и ночь там посменно работают, дежурят, проверяют всё, прежде чем дадут сигнал к тому, что всё готово, можно запускать. То есть непосредственным аппаративным управлением другие люди занимаются? Да, да, да. Конечно, ну, у каждого человека, так скажем, у каждого отдела даже своя роль в проекте. То есть мы сопровождаем это изделие до момента запуска. То есть к нам постоянно там обращаются, да, там, а почему так, а как нам сделать при возникновении каких-то нештатных ситуаций. Но в целом, если всё штатно, то вот люди, которые занимаются тем, что, ну, так скажем, обеспечивают запуск, они делают всё там строго по инструкции. После прохождения всех проверок, если всё штатно, то всё хорошо, мы продолжаем и везём аппарат на запуск. Вот, а если уже возникает что-то такое, то обращаются, конечно, к главному конструктору, к людям, которые это всё проектировали, кто этим занимался непосредственно. Интересно, как психологическая сторона устроена. Вот вы делаете один проект 8 лет. Долгий, сложный, дорогостоящий. И понимаете, что у него как бы точка зенита и славы, она длится, ну, там, полтора дня. Вот вы 8 лет работаете ради этих полутора дней, и с вероятностью, там, не знаю, 40-50 процентов оно ещё может сгореть где-то на взлёте. Вы как-то себя психологически к этому готовите? Да на самом деле мы готовим себя к тому, что хочется проектировать таким образом аппарат, чтобы так хорошо, чтобы вот не было никаких отказов. Это ведь всё закладывается на самых-самых начальных стадиях. И вот от того, как ты в самом-самом начале всё это сделал хорошо, и будет всё это развиваться дальше, то есть от того, какие решения ты принял в тот или иной момент, зависит в будущем, там, соберётся у тебя аппарат или нет, там, отработает это всё штатное или нет. Вот. И, конечно, это не ради полутора, там, часов или полутора дней. Если аппарат успешно совершает, там, посадку или свою миссию, это просто кладезь знаний, которые он передаёт по радиоканалам на Землю. И это ещё многие десятки лет, которые... И эти данные, которые изучают учёные. То есть это на самом деле очень ценный вклад. И когда ты вот чувствуешь причастность свою к этому, ты вот прямо, ну, мотивируешься на то, чтобы прямо вот горишь этим, и хочется вот, ну, работать, делать свою работу очень ответственно, хорошо, чтобы принести пользу, чтобы всё вот состоялось, эта миссия, например. Понятно. То есть... Риск высок, но и ставка высока. Да, поэтому люди, которые работают в космической отрасли, мне кажется, они такие энтузиасты, которые готовы вот, я не знаю, всё отдать, чтобы только миссия состоялась. И на самом деле это, ну, дорогого стоит. И я имею в виду сейчас, ну, не только про миссию, а про то, про работу, да, про вклад людей, которые этим занимаются. То есть, да, это долгий процесс. Иногда что-то там, ну, не получается так, как хотелось бы. Иногда приходится переделывать, там, перепроектировать, возвращаться к чему-то. То есть это трудно, как бы. Для этого нужно иметь определённую также стойкость, так сказать, принимать неудачи, извлекать из них уроки какие-то и делать новое лучше и лучше. Конечно, в этом и состоит рост инженеров также. А у вас есть какой-то сленг? Можете рассказать какие-нибудь словечки интересные? Блин, да, это интересный вопрос, сленг. Ну, мы часто пользуемся аббревиатурами, вот, ну, в целом, да, там, ТСП, СОТР, то есть мы вот эти системы обеспечения терморегулирования, да, мы вот используем. Вот, иногда там говорим посадочные миссии, там, лендер, ну, это уже такое, вот, посадочник. Ну, не то чтобы прям есть, конечно, в обиходе, что-то вот так вот используем. Смачные какие-нибудь, может быть. Вот, например, антенны, когда выглядят у нас, у аппарата, у Венеры тоже там были вот так антенны, мы там, вот эти уши у аппарата, уши у аппарата, там, например, то, что антенны, ещё что-нибудь, там, например, консервная банка, это там посадочный модуль, ещё что-нибудь. Но это так, скорее, какие-то аналогии, которые мы так, ну, вот, смотри, это же, это просто консервная банка. не то, чтобы прямо сленг есть какой-то скорее сокращение, если мы в обиходе, когда вот разговариваем друг с другом мы обычно говорим да вот ты поставь вот эту PN вот этот SOTR и там при помощи BKS и как бы вот так происходит общение что человек, который не погружен в эту тематику, он не поймет что за сокращение, о чем они вообще, собственно, говорятся звучит как какой-то код примерно так желаю, чтобы ваш аппарат успешно стартовал и достиг своей миссии, когда он будет готов спасибо я тоже на это надеюсь с нами была Анастасия Косинкова спасибо за очень интересное дело и какие-то любопытные детали и внутряки, которые мы сегодня смогли получить спасибо, друзья, что посмотрели подписывайтесь, жмите колокольчик лайк чтобы другие выпуски не пропускать это основа, а меня зовут Борис Веденский пока пока ОСНОЭА Субтитры создавал DimaTorzok